Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего нового сезона с модом Pixelmon. И чем мы будем заниматься в этой серии, точнее, что нам предстоит сделать. Как вы видите, сейчас ночь, поэтому я пока что выключу шейдеры, потому что даже с шейдерами, без шейдеров темно, потому что ночь, а с шейдерами вообще жопа. И сделаем себе наконец-то кровать. Да, ребята, я знаю, что Покецентр тоже шерсть, я, если честно, даже об этом как-то забыл, но все же, ладно. Добыли шерсть, не думаю, что в этом есть что-то страшное, то, что мы пошли Морипов побивали и добыли с них шерсть. Ну, ладно, я бы тоже мог с Покецентра взять и там три куска себе отломить, но я, честно, ребята, забыл как-то, что мы будем делать. Ну, Гротул у нас уже вылечен. Сколько ему там, вроде... Три уровня осталось, чтобы он эволюционировал. В принципе, я не... Не, в этой серии он вряд ли эволюционирует, так как в этой серии мы идем в шахту. Ребята, вы не забывайте, что в шахте мы много времени не проведем, потому что вы вспомните, какая у нас шахта. Нажимаешь на кнопочку, долбасишь одну какую-то руду и падает все вокруг, что возле нее есть. Поэтому, ребята, это будет не очень долгий поход в шахту, а если долгий, то поверьте, что мы очень много ресурсов себе добудем. Я поэтому и скрафтил нормально так. Так, это можно пока что выложить. Это тоже можно выложить. Я поэтому и скрафтил себе так нормально керок, потому что вы видите то, что... Опять дождь. Это дождь вообще охренел какой-то, честное слово. Ну, может, хватит уже столько падать. А мы, кстати, в предыдущей серии вроде Болдора убили, и с него еще и Алмаз выпал. Это вообще охренеть. Потому что, чтобы с Болдора выпал Алмаз, мы вроде в предыдущей серии... Или не в предыдущей серии, в предыдущем сезоне сколько Болдоров убивали, и вроде, может, с пяти Болдоров выпал приблизительно один Алмаз. Или два там. А тут прям с первого Болдора пум, нафиг, один Алмазик выпал. Ну, грот был парализован. Да, парализован. Нам, если честно, пофиг сейчас. Мы спускаемся в шахту. Плюс там ури... Ой, нет-нет, на кон, да. Вот так. Ага. Я просто не на то нажал. Вот. А вы не забывайте то, что... Так, сейчас это давайте до сюда. Вы не забывайте то, что в шахту и так, и так нужно сходить. Я понимаю, что это не всем нравится. Но все же, ребята, честное слово, в шахту нужно ходить. Потому что без шахты, ну, никак. То есть, у нас не будет ресурсов. Что мы вообще без шахты будем делать? И как мы вообще дальше будем в этом сезоне развиваться, если у нас не будет ресурсов? Просто тоже нужно об этом подумать. Там дождик, дождик, дождик. У меня, в принципе, тоже такая погода на улице в эти дни. То, что дождик круглыми сутками практически падает. Ну, как, не круглыми. Тут дождь круглыми сутками никогда не падает. Знаете, какая тут погода? Темно. Тучи такие, что прям черный с ума можно сойти. Как начнет дождь фигачить, то прям с ума можно сойти, как он падает. Потом через две минуты, пум. Тучи разошлись, дождь прекратился, пум. Солнце. Жарища, 30 градусов. Ху, жарища. Такой, ух, как-то я чё-то устал. Открываешь глаза, опять тучи набежали, опять дождь начал фигачить. Я вам отвечаю, ребята, тут такая погода, что с ума можно сойти. Как бесишься больше с этой погодой. Потому что, знаете, падает дождь такой, что как бы зонтик берешь или даже с дома не хочешь выходить. Потом он... А что, дождь падает? Пум. Уже не падает. Уже жара. Уже можно идти и загорать или куда-то на бассейн. Я вам серьёзно говорю. Тут такая конченая погода иногда бывает, что с ума можно сойти. Офигеть, этот мод... Ну смотрите, ну смотрите, сколько опыта и сколько угля. А по поводу угля, это фантастика. Потому что, вот видите, вот смотрите, какие тут залежи угля. Тут блоков 20-30 просто-напросто залежи угля. Без этого мода мы бы уголь долбасили... А, так, у нас кончилось. Да, в принципе, ничего страшного. Без этого мода мы бы уголь долбасили. Ну, в принципе, нормально, как обычный поход в шахту, да, можно сказать. Опа, тут. Какие-то нафиг тупики, фиг его знает. А с этим модом... Фу! Долбанули один... А это не выпадает случайно? Нет, это только руда. Оно, в принципе, логично. А с этим модом... Да ну нафиг. Долбанули один раз руду, выпала вся руда, которая была в окрестности. местности. Ну, в смысле, одну. То есть, если долбишь уголь, то даже если возле него есть железо, то выпадает только уголь. А если долбишь железо, то выпадает только железо, а не уголь. Ну, в принципе, это круто. Сколько мы... Сколько мы угля в этой серии добудем? Сколько мы угля в этой серии добудем? У нас уже два стака. Не считая то, что мы уже, ну, нормально так потратили и... Так, давайте сюда поставим. Потратили на то, чтобы факел еще себе сделать, да? Это будет недолгий поход в шахту, да? Если честно, вот такие походы мне нравятся, то есть. Вот такие походы, это круто. Потому что зашел в шахту на две минуты, вылез у тебя полные карманы руды и прочей билиберды. Я не знаю, вряд ли мы будем редс... Нет, редстоун нужен, редстоун нужен. Я же забыл, это пиксельмон, в принципе. 42 уровень. Нет. Редстоун, ну, как бы... Ну, не очень часто он используется, но все же нужен он для крафта там парочки машин, парочки там посел машин и всего остального, да? То есть... Может, где-то он и пригодится, да, в принципе, не может, а где-то он и пригодится. Нас запинают, да, как я понял, да. Да, в принципе, круто. Он от нас отстал. Да, вряд ли мы бы его убили, так как плюс наш покемон был парализован. Ух ты, нифига себе. И плюс то, что... 42 уровень, а у нас 31. И, в принципе, против железа мы как-то не думаю, что хорошо бы справились. Ну что, друзья, куда мы будем идти? В какую сторону? Тут мы... Ух ты, ну он на нас нападет, как я понял, нет? Не знаю, честно. Да, ну... Ладно, убивай так уж и быть. Офигеть. Железо? Ну, честно, я не знаю. Не железо, а золото. Золото разве что для... Для конфет. Но я не знаю, будем ли мы вообще делать конфеты. Я не знаю, нужно ли нам это. И, в принципе, вообще будем ли мы этим заниматься в этом сезоне. Потому что, честно, ребята, я еще пока что сам не разобрался, что это будет за сезон. Или чем... Какая суть и в чем будет весь смысл этого сезона. Если честно, пока что еще не понял. Но, знаете, что меня радует? То, что мы добудем... Так, в какую бы сторону пойти. Меня радует то, что мы добудем кучи... Вот, там дождь, вот это, да. А то, что мы добудем кучу угля. И это нам хватит практически до конца сезона. Надо, ты залезешь сюда нафиг или нет? Вот, смотрите. Долбанули один уголь. Уголь выпало 30. Ну, 30... Да, в принципе, может даже и 30. Вот, смотрите. А оп, это сколько? У нас уже какой? 25-й уровень? Это круто. Потому что... Ну, уголь тут нужен. Возьмите только те же апреконы. То есть, если мы будем их выращивать. И будем делать себе болы. Болы, то много апреконов будет идти только на то, чтобы... Ну, чтобы создавать болы, да. Только на это будет и много угля и, в принципе, пережарки. Хотя, мы же тут еще можем и создавать вот эти улучшенные печки, да. То есть, лучшие... Опа. Лучшие печки. Это тоже круто. Это тоже круто. Так, давайте осветим тут. Это тоже круто. И, в принципе, угля и так и так много будет. Факелы. Факелы. Будем много факелов создавать. Будем много факелов создавать и освещать все-все подряд, да. Не знаю, зачем. Ну, ладно. Такой-такой у нас план сейчас. Освещать все подряд, все, что только можно. Какой-то... Никакой вот этот каньон или что это. Хотя, я вижу, тут какие-то развилки есть. Может, тут еще будет какая-то шахта. Я надеюсь. Свой... Ух ты там. Что там еще? Так. Ну, вряд ли мы сможем достать, добыть алмазы. Такая 20-я высота. Ну, я вижу лазурит. То есть, я не знаю, вот эта хрень. Ну, я не знаю. Хотя, вот это нужно поднимать. Вот это сейчас, в данном случае, в этом сезоне, это нужно поднимать. Потому что у нас не будет так много вот этой... Вот этих дропа с... С боссов, да. Чтобы мы могли позволить себе не поднимать вот эти куски камней эволюции. То есть, они, если честно, будут нам полезны. Я только сейчас об этом подумал. То, что без них мы, в принципе, никак не сможем прожить в какой-то степени. Потому что покемонов нужно-то как-то будет эволюционировать. А если у нас не будет... Если у нас не будет для этого камней, а боссов мы вряд ли будем находить. Потому что, ну, сами понимаете, почему. В предыдущей серии мы нашли босса. Но это нам, наверное, повезло. И то мы его, ну, не смогли убить. Можно и так сказать. А, мне кажется, вот эта фига тень будет полезная. Даже очень. Чтобы её собирать. Вот, вот это. Лава тут везде, везде. Так. Подняли. Я надеюсь, это не упадёт. Подняли. Ну, я не знаю. То есть, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли мы алмазики тут найдём. Очень вряд ли. Очень при, очень вряд ли. Нам, в принципе, повезло то, что мы алмазы нашли в одной деревне. Вдруг нет. В деревне или в данже мы нашли. Вроде в данже мы нашли. Потом ещё в одном данже мы нашли. А потом ещё в одном данже нашли. Так, мы нашли офигеть, как много вот этого алмазов. Ну, не прям много там. Сколько? Три алмаза. Два алмаза мы нашли. И один алмаз выпал с Булдора, да? Поэтому нормально, нормально. Но было бы круто, если бы в шахте найти. Тоже, мне кажется, было бы приятно, да? Зато мы напасёмся железом, углём. Поэтому, ребята, вот честно, это не будет прям очень часто случаться, то, что мы будем ходить в шахту. То есть, это начало сезона. В шахту, по сути, нужно идти обязательно. Потому что это начало сезона. Нам даже банально нужен уголь, чтобы хотя бы сделать себе факелай, чтобы хотя бы наши печки работали. Это банально. Алюминий нам тоже нужен для машин, для всего остального. Железо нужно, ну, в принципе, это железо, да? Оно же нужно для той же переплавки. Даже не переплавки, а для того, чтобы хотя бы сделать нижние части покебола. То есть, как мы будем выловить покемонов, если у нас даже железа не будет? Может, с алюминием? Но алюминий, по сути, тоже нужно в шахте добывать. Но для алюминия есть другое предназначение. И там лучше его использовать для крафта каких-то машин, чем для крафта покеболов, да? Поэтому тоже банально железо, алюминий, уголь нам нужен, чтобы прожить. Поэтому, мне кажется, проще один раз пойти в шахту, добыть офигеть, как много руды. И больше на этом не зацикливаться и забыть на шахту, там, на серии так 50 может. Потому что, мне кажется, вот этой руды, которую мы сейчас забываем, нам хватит на большое количество времени. Давайте, давайте мы сейчас только посмотрим, сколько мы уже добыли угля и всего остального. Вот, смотрите, у нас уже вот эта кирка сейчас сломается. Как только она сломается, мы уже, наверное, топаем домой. Новую кирку мы не будем крафтить, может, мы еще даже что-то успеем сделать. То есть, до конца серии, я не знаю. Может, мы еще даже что-то успеем сделать. Диглетт, ну, здрасте. А, у нас мертвый покемон. Не, ну, в принципе, знаете что? Может, вот в таких случаях, да, иногда использовать покехил, да, когда мы далеко прям очень от дома. Потому что и много жалоб, ну, не то, что много жалоб было. То есть, много, как это можно сказать? Много упреков было и много каких-то просьб, да, что, мол, Эдисон, лучше пользуйся покехилом. Потому что иногда это реально скучно. То есть, если ты находишься где-то далеко от дома, вот как в предыдущей серии, да, мы ходили. Если ты находишься где-то далеко от дома, то лучше используй вот этот покехил, чем назад бежать домой. Там хрен его знает сколько километров. Ну, конечно, мы домой не бегаем, а тпхаемся, но все же лучше используй этот покехил и вылечи своих покемонов, чтобы не тпхаться домой. Потом назад не бежать до того места, откуда ты тпхнулся. Потом тебя опять случайно убили, напал какой-то там, допустим, большой уровень на тебя. Тебя опять убили. Ты опять тпхаешься домой, чтобы вылечить покемона. Потом опять бежишь на то место, где тебя убили. И вот так это, в принципе, будет продолжаться в какой-то степени. Потому что покехилом мы не пользуемся, да. А если мы будем им хотя бы иногда пользоваться, я не говорю всегда, да. Но хотя бы иногда, если мы им будем пользоваться, то... Ой, твою мать, не хотел прыгать. То это уже намного упростит задачу, то есть не будем терять так много времени, как мы сейчас его теряем, да. Вот, например, сейчас я бы того диглита мог убить. А что вы мне предлагаете? Вот сейчас идти тпхаться домой, да, тпхаться домой. Перед тем там нужно было создать точку, чтобы тпхнуться назад в шахту. Сейчас тпхаемся домой, лечим гротла. Ждем, 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 лечим, да. Включаем телепорт и обратно тпхаемся домой или проще написать покехил и вылечиться. Иногда так. Я не говорю, что если вот сейчас, например, зайдет сюда какой-то там грувайл, да. Ну, не грувайл, а, ну, грувлит, допустим, там, 20 уровень. И, допустим, он нас убьет, потому что огненный против травяного. То, конечно, я тут не напишу покехил и не вылечусь. Мне проще и, в принципе, правдивее или как-то, я не знаю, как это сказать. Лучше будет, если я просто-напросто обернусь, нажму и вылечу нашего покемона. Чтобы уже прям не злоупотреблять вот этой командой покехил. Я думаю, ребята, вы согласны, потому что, мне кажется, действительно будет лучше вот так. Сколько мы были в шахте? Мы были в шахте 15 минут. С этими разговорами, приветствиями на начале и, в принципе, пока мы туда собирались, можно сказать, что мы там были 10 минут. Что мы добыли? Мы добыли... Так, мы добыли 1, 2, 3, 4, 5. 5,5 стака угля. Это нам хватит 30-й, 40-й серии, можно сказать. Мы добыли 2 стака железа. Мы добыли 9 золота. Ну, золото это такое. И мы добыли 40 алюминия. 40 алюминия хватит практически на все машины. В принципе, алюминия нам даже больше не нужно будет до конца сезона. Железо 60. Ну, если не создавать кирки, вот эти все броньки нам не нужны. Ну, вряд ли хватит, потому что много железа нужно только на пукеболы. Поэтому, ребята, вряд ли. Ну, редстоун тоже хватит. 40 редстоуна там. На все машины нужно, может, около 10-20. 25 редстоуна. 40 редстоуна это хватит. Ну, изумруд нам незачем. Лазурит нам незачем. Поэтому все, ребята. Мы побывали в шахте. Мы добыли нужные нам вещи. Что я хочу сейчас сказать. То, что нам нужно все-таки, наверное, сейчас еще пойти. Давайте вот это поставим на пережарку. Нам сейчас нужно будет пойти и докачать нашего Грувайля. Грот. Какого Грувайля? Гротла хотя бы к... Ну, в 30-м уровне. В 34-м, да? Чтобы его, наконец-то, эволюционировать в этой серии. Может, мы еще даже успеем. И плюс... Что я еще хотел? Мне кажется, нужно будет... Так, я не знаю, честно. Давайте это лучше. Там нормальные атаки. Я не хочу какими-то другими заменять. И мне кажется, круто будет, если мы пойдем... 30-й уровень. Если мы пойдем, добудем вот это. Что нам нужно? Ух ты нафиг. Если мы пойдем и добудем... Что я хотел? Дерево, да? Потому что дерево у нас... Вот сейчас уже, прям честно, ничего нету. Последнее дерево мы использовали на... Так, вот сюда давайте. Последнее дерево мы использовали... На создание факелов. Поэтому больше дерева у нас нету. По чересу... Ну вот, например, если сейчас нас убьют, да? Допустим. Если сейчас нас убьют. То мне кажется, проще будет вылечиться вот тут, чем бежать домой. Вот сейчас ты поехать домой. Лечиться. И опять ты поехать сюда и возвращаться. Мне как раз сказали, что... Чтобы я словил какого-то летающего покемона. И я, ребята, с вами согласен. Я даже об этом как-то не подумал. Нам действительно нужно словить летающего покемона. Потому что... В этом сезоне у нас нету мода на крылья. Поэтому передвигаемся мы только так. И единственный способ, которым мы можем быстренько передвигаться, это... Так, этот у нас уже есть. Это покемоны, в принципе. Для этого в Пиксельмонии создали летающих покемонов. Чтобы на них можно было быстро передвигаться, да? По миру. Поэтому, мне кажется, будет круто. Так, давайте еще вот этот заберем. Опа. Поэтому, мне кажется, будет круто, если мы... О, нифига себе, сколько там Пикачу. Если мы... Следующего покемона, который у нас будет... Если он будет... Ух... Сороковой уровень, ни хрена себе. Вот, с 18 нормально. Я бы его словил, но, к сожалению, нечем. Если следующий покемон будет летающим. Да? Допустим, Старли. Или тот же Пиджей банальный. Мне кажется, будет нормально. Так, ты какой? 44-й. Иди ты нафиг, Пикачу. 44-й уровень. Ты... Ты нам не нужен, честное слово. Я бы словил, но... Я бы, может, Пичу словил. Хотя, я не уверен, спавится ли Пичу. Фиг его знает. Ну, я бы Пикачу словил, но, к сожалению, нечем. Даже если бы у нас были там 10 болов. Или даже если бы нам дали выбор. То есть, вот сейчас выбирай любого покемона. Ну, нормального, не там, легенду. Которого ты можешь словить, и ты его 100% словишь с одним болом. То я бы вряд ли выбрал даже не Пикачу. Я бы, наверное, все-таки действительно выбрал какого-то летающего. Например, там, того же Стараптора или еще кого-то. Поэтому, мне кажется, было бы круто, и это упростило. Потому что мы бы сейчас не бегали вот так по лесу, искали бы выход отсюда, да? А мы бы просто-напросто взлетели на большую высоту и полетели туда, куда нам нужно. И мы, может быть, даже с высоты, мы бы видели тех же боссов. Конечно, боссов каких-то больших, да? Не в земле или еще где-то. Например, если бы там где-то... Ух ты. Но вот сейчас я вылечусь. Потому что сейчас мы далеко от дома. Я, если честно, не хочу сейчас возвращаться домой. И, ну, вы сами понимаете, вы сами мне предложили вот это. Поэтому, мне кажется, нормально. Ух. О, вот это нормально. Я бы, наверное, честно, следующего покемона выбрал какого-то Стараптора. Ну, лепить же я, если Стараптора не получится словить. Нифига себе, давайте посмотрим. Каньончик. Нормально. Алмазы. Ну, у нас есть три алмаза. Что мы можем сделать с этими тремя алмазами? Хилку? Это что такое? Это центр? Я еще такого не видел. Это центр, потому что вот нарисовано. Кто-то облутал, ребята. Кто-то центр облутал. Я тут точно один играю? Или все же тут... Кто тут? Кто тут? Может, со мной еще кто-то играет? Потому что сундучок пустой. Нафиг. Может, тут кто-то еще есть? Я не знаю. Я сломаю, потому что, ну... Зачем нам? И даже вот это сломаю. К себе заберем лучше. Я первый раз вижу такой покемон. Такой покемон. Такой покет-центр. Я еще не видел, честное слово. Давайте я даже скрин сделаю, кто мне не поверит. Так, почему у меня... Давайте где-то вот так. Я первый раз вижу, честное слово. Я еще никогда не видел такой покет-центр. Вы когда-то видели? Я нет, честно, еще раз скажу. Фиг его знает. Какой-то новенький, может, новой версии такое. Не знаю, честно. Еще деревня. Мы, знаете, нам на эти деревни пока что везет. То есть... Как-то... Как-то слишком много мы их находим. Да! Да! И то там еще один покет-центр. Видите, там далеко-далеко-далеко. Вот с этой надписью там был покет-центр. Вот, видите? Там еще один такой. Офигеть! А может, там что-то в сундучке будет? Хотя, я не знаю, зачем тогда вот эти сундуки там поставили, если они пустые. Тортера. Ребята, сейчас. Лич сит. А сит спай он... Фоэт лис сам фифра... Не нужно нам вот это лечение на каждом уровне. Зачем, в принципе? Так, что я хотел? Так, вот. Давайте. Давайте, ребята, поприветствуем Тортеру. Здрасте, Тортера. Как у вас делишки? Ты первый покемон в нашем сезоне, который достиг максимальной эволюции. Это у нас Тортера. Нафига себе, какой рыженький, рыженький, прирыженький. Ты рыженький? Ух ты. Это... Да, какой-то камикадзе нафиг. Или мазохист. Повязку вроде себе засунул. Или еще что-то. Ну, нормально. Тридцать третий уровень Гротл. Это очень даже прилично для первых серий. А мне интересно, может тут что-то быть в этих сундуках? И если да, то что? Может какие-то итемы с Поке, с Пексельмона? Если нет, если нет, то я знаю, зачем... Нет, ничего, ребята. Я знаю, зачем это сделали. Это как бы для ленивых, как на серверах. Когда сервера открываются, то ленивые жопы... Ну, может для начала им лень строить какие-то домы. И они просто-напросто идут и поселяются в Поке-центрах, которых они находят. И может даже если бы я тоже был в какой-то степени... Хотя как в какой-то степени ленивый? Я же живу сейчас в Поке-центре, значит я тоже ленивый, да. Я говорил о других, а сам живу в Поке-центре. Ну, это я временно, то есть на начале. Потому что на начале тоже не очень прям хочется идти сразу строить себе дом. То вот это сделано, наверное, и для этого, да. Что на начале, когда человек только начинает играть, у него еще ни покемонов, ни ресурсов нету. То он находит вот такие домики и там его уже ожидает. И одна лечилка, вижу, вижу, не кричите. Файрстоун. Нормально. И там его уже ожидает одна лечилка. И ожидает, что его там еще ожидает. Лечилка, сундучок и книжные полки, может они ему пригодятся. Поэтому мне кажется, это, наверное, все-таки для этого сделали. Ну, потому что, видите, то есть не может быть такого, что в втором Поке-центре подряд нету никакого лута. Хоть там и стоит сундучок. Опа, обсидия, нормально. Там есть мечи, но нафига на мечи. Это пшеница. Я не знаю. Наверное, мы уже будем куда-то... Опа, эмбуар там. Наверное, мы уже будем куда-то... Вот еще красиво, смотрите, как красиво. О, вот так, смотрите. Как-то, как-то, как-то вот так. Давайте я включу день, только чтобы посмотреть, как это будет красиво. Чтобы скрин сделать. Во! Днем намного лучше. Вот так. Вот так или даже утро. Нет, нет. Давайте. Во. Во, нормально. Скриншотик, скриншотик. Мода на селфи тут нет, потому что на эту версию Пикс Лимона я не нашел. Нормально. Вылечимся по чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, да вылечимся, да? Как я понял, само лучше блуждать в пустынях. То есть, блуждать не за тем, чтобы качаться, а за тем, чтобы находить вот эти спрятанные попокеболы, да, которые валяются на земле, которых открываешь, и с них падает какая-то случайная вещичка. Мне кажется, это круто, потому что вот, фаерстоун нам выпал. А мог выпасть какой-то другой. В принципе, случайные вещи, и мне кажется, это будет круто. Потому что, ну, сами понимаете, что, как я уже ранее говорил, что с боссами у нас будет напряг в этом сезоне. Поэтому, поэтому будет нормально, если мы, если мы, если мы будем блуждать в пустыне и пытаться находить вот эти спрятанные попокеболы. Они же есть вроде невидимые, да, то есть невидимые, и с них только излучаются, как такие искры, да, и ты их можешь только вот так заметить. А есть вот такие, которые на поверхности находятся, и ты их можешь заметить и, в принципе, взять, да? Ну, многие там кричат, что, мол, Эдисон, ты не заметил там, покебол валялся на земле, как ты его мог пропустить. Ну, ребята, то есть я тоже не робот, я не могу заметить, я не могу успеть, я не могу сделать все, что, все, что можно. Потому что я тоже человек, а человеку свойственно ошибаться. А поэтому, ребята, я извиняюсь. Свойственно ошибаться человеку в том смысле, что я не могу видеть и то, и то, и то, и то, и человеку свойственно ошибаться. Потому что ты не можешь сделать все одновременно, ты не можешь успеть все сделать, ты не можешь сделать все как надо. То есть если я сейчас бегаю в пустыне и ищу покеболы, а может где-то вот тут за пару боков от меня был покебол, и я его не заметил. Ну, в принципе, бывает, я тоже, знаете, не прям какой-то супер человек, который имеет там орлиное зрение, который может заметить все, что находится вдали от него, там, за пару тысяч блоков, да, поэтому, поэтому, ребята, я думаю, вы меня тоже понимаете. Это еще деревня. Это еще деревня или это деревня, в которой мы уже когда-то были? Как-то много деревней в этом, в этой новой обнове. Ну, не обнове, а новой версии пиксельмона. Да сколько мы уже, за три серии мы нашли около пяти гробниц, и около, в принципе, где-то даже вот так деревней, то есть, может, пять-шесть, где-то вот так, это офигеть. То есть, ладно, если бы там еще что-то полезное было, но, в принципе, ну, что мы там можем взять? Еду иногда, если она там есть, да, и вот сейчас, может, тут еды вообще не будет. Данц, ну, тебя можно убить, тебя можно убить, так. Ну, да, вот это можно взять, это можно взять, это круто, потому что мы, в принципе, будем голод включать, как я уже сказал, чтобы еще более хардкорно было, да, в этом сезоне. Поэтому еду нам нужно собирать, я не знаю, когда мы включим голод, наверное, на следующих сериях нам нужно еще немного припастись, да, припастись продуктами, чтобы потом мы не-не-не-не голодали, да. Мне кажется, наверное, мне нужно было собирать вот эти книжные полки сразу, потому что... Ух ты, нифига себе, ребята, смотрите, кто там ждет, кто там нас ждет. Вулкарона, не Ларвест, а Вулкарона. Офигеть, смотрите, вот видите, вот тут, вот она. Да. Ну, в принципе, мы ничего не теряем, в том смысле, что даже бы, если у нас были болы, то я бы и так ее не стал ловить. Потому что зачем она нам? Вулкарона. Если была Ларвеста, ладно, я бы еще словил. В принципе, знаете, вот сейчас запомните эти слова в третьей серии. Вот сейчас запомните вот это. Стоит Вулкарона, 60-й уровень, третья серия шестого сезона. У нас нету покерадара, но мы гуляли, гуляли, гуляли и нашли Вулкарону. А где-то так дальше, в этом сезоне, когда у нас уже будут покеболы, когда у нас уже будут свои покемоны, когда у нас уже будет куча ресурсов, мы... О, еще один дан. Я говорю, ребят, это прям жуть какая-то. Мы пойдем на охоту за Вулкароной. Точнее, за... О, нифига себе. Унау. Мы пойдем на охоту за... Ларвестой. Я не представляю, сколько мы ее будем искать, чтобы нам ее себе забрать. Я не знаю, сможем мы ее вообще когда-то найти. А сейчас, когда она нам нафиг не сдалась, мы ее нашли. Запомните, я потом... Когда мы ее не сможем найти, я вам скажу. Вот, ребята, в третьей серии мы ее нашли. Бестолку мы ее нашли. А сейчас, как помните, я себя... А сейчас, когда она нам нужна, мы ее не найдем. И это, наверное, ребята, увидите. Увидите, то, что мы действительно найдем потом еще кучу... Ну, вот этих вещей может начнем делать уже себе покеболы. Но Вулкарону мы потом себе не найдем. Увидите, это таки будет. В принципе, это такое может быть. Как будто сейчас может заспавиться там Гроудоша, да? Допустим, заспавится Гроудоша, а мы его не сможем словить, потому что у нас нету просто-напросто ресурсов, да? Я не знаю, зачем я это копаю. Я же мог просто через дверь вылезть, но нет. Я ехать. Я хочу через потолок. Как мы залезли, так мы вылезаем. Да, какие-то спецназы через потолок. Фу, я надеюсь, в этой серии я не пропустил ни одного Бола, который валялся на земле, чтобы на меня потом не кричали. Мол, Эдисон, ты там слепой, ты там пропустил Сквиртл. И Сквиртл тоже самое. Когда он нам нужен будет, мы его не найдем. Сейчас там два Сквиртла дерутся, и мы их просто-напросто пропускаем, потому что мы их не можем словить. Поэтому уже нужно, уже нужно, ребята. Я с вами согласен. Уже нужно как можно быстрее начать выращивать Африкон. И как можно быстрее... Так, ну знаете что? Тогда давайте вот тут продолжим, в следующей серии. Так, это тогда удаляем. Так, в следующей серии, наверное, вот тут продолжим. И потопаем куда-то туда. Сейчас давайте возвращаемся уже домой. Пойдем поспим. Хотя давайте сначала... Ух. Жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи. Я не знаю. Сейчас, зайти-ка я подумаю. Что я подумаю? Ой, это ваша мать, а Да ты издеваешься, походу, с меня Вот Да он издевается с меня Я просто хочу поднять Да поднимись ты нафиг, вот этот Что это за хрень Главное, все другие предметы Уже по 10 раз поднялись А вот этот Сундук никак не может подняться Я просто сломал его, чтобы сделать себе Ага А что у меня нету этого мода Как у меня, я же его устанавливал Почему у меня нету вот этого мода Ладно Ладно, добавлю Не кричите, добавлю, ребята Следующий серий постараюсь его уже добавить Офигеть, ладно Вот это давайте быстренько так складываем Потому что Мы это все выбили Сейчас нужно вот это все сложить Опа, вот Вот, вроде все Это жарится нормально Так, вылечим тортеру Тортера 34 уровень Мы даже успели сходить в шахту Мы успели себе нафигачить Много угля Много железа Алюминия Чуть-чуть редстоуна, лазурита Но это не так важно Нашли еще парочку гробниц Парочку деревней Деревень И все, наверное, ребята В следующей серии нам предстоит уже начать выращивать апреконы Чтобы начать ловить босса Бошка уже вообще тупит Босса Чтобы начать ловить покемонов Следующий у нас будет, наверное, летающий Или еще что самое лучшее будет Если мы найдем горы И если мы сломим Черезарда Точнее, Чермандера, да? Потому что это будет и летающий И огненный И, в принципе, наш любимый покемон Можно и так сказать Это же наш любимый, да, ребята? Поэтому, ребята, на этом будем заканчивать Не забываем ставить лайки Лайки 800 лайков Выходит новая серия Нет Значит, будем ждать, когда она выйдет Когда она выйдет, зависит от вас, ребята Оставляем свои комментарии Не стесняемся комментировать Я рад, когда много комментариев Я стараюсь прочитать каждый из них И также стараюсь ответить на каждый Из ваших комментариев Вступайте в нашу банку птых перцев Все, что вас требует, просто на меня подписаться Я буду этому очень рад Если вы вступите в нашу большую дружную семью И Всем спасибо за просмотр Всем удачи Всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok